Всемирная организация Космической коалиции Сокращенно ВОК подготовила обращение Космической коалиции О принятии человечества и Всемирной организации Космической коалиции в Космическую коалицию Я зачитаю это обращение Всемирная организация Космической коалиции Которая была известна по аббревиатуре своего названия как ВОК Объединяет в себе всех учителей, педагогов, изобретателей, ученых, творческих работников Детелей искусства детей, населяющих нашу планету Земля Все они являются ассоциативными членами ВОК Которые вошли в нее наряду со всеми, кто прошел тест на разумность И доказал, что он достоин быть разумным гражданином Вселенной Ассоциативные члены ВОК в силу своего ассоциального положения, которое предусматривает разумное поведение Автоматически стали членами ВОК Ну а дети включены в ВОК, потому что все они потенциально разумны И их разумность в дальнейшем будет определяться в основном лишь качеством воспитания ВОК обращается к космической коалиции с просьбой принять человечество и ВОК в свои ряды И избавить наконец нашу планету от всех космических кураторов Которые из кураторов превратились в захватчиков нашей планеты Они на протяжении последних веков проводят свои чудовищные эксперименты над людьми Разрушают здоровье людей, культуру и достижения землян Уничтожая всех авторов эпохальных открытий и изобретений Что не позволяет людям свободно развиваться и двигаться по пути эволюции Захватчики через своих агентов влияния наслаждают нам деградацию и инволюцию Войны и революции, голодоморы и кризисы Выдавая это заврожденную склонность человека к насилиям и потрясениям Лозунг инопланетных захватчиков «разделяй и стравливай» успешно претворяется мир в жизни И все это потом сваливается на людей С целью демонстрации разумному космосу и неразумности землян Захватчики выпускают на экраны и передовые полосы газет своих агентов влияния С утверждениями, что инопланетян нет, что человечество одно во вселенной Что чудес на свете не бывает, что не существует скорости и большей скорости света Что вегетерианство это психическое заболевание и так далее Именно по таким утверждениям человечество было отнесено разумным космосом к условно-разумным ВОК призывает Космическую Коалюцию подобные утверждения не относить ко всему человечеству А рассматривать их как частные мнения, за которые несут ответственность лишь те, кто их нам насаждает ВОК надеется, что наша просьба о вступлении ВОК и человечества в Космическую Коалицию Будет рассмотрена Космической Коалицией в ближайшее время И ВОК надеется, что наша просьба будет удовлетворена В результате этого произойдет освобождение землян от инопланетной угрозы Быть расчлененными, использованными в качестве питательного груза Быть подопытными в чудовищных экспериментах Или быть источниками энзимов Принятие человечества в Космическую Коалицию Позволит человечеству выбрать свой безопасный путь эволюции И каждый из жителей Земли обретет наконец свободу Сегодня Владимир Алексеевич Шиншук, наш уважаемый гость Здравствуйте, Владимир Алексеевич Здравствуйте Расскажет об украденной истории Я так понимаю, вовсе и истории не Руси Как Вы в прошлый раз рассказывали о забытой истории России и Руси А сейчас украденная история, я так понимаю, человечества всего Ну здесь, да, и человечество, и прежде всего Российской империи Дело в том, что я обнаружил, что все премьер-министры, например, Российской империи Соответствуют президентам Соединенных Штатов Америки До 32-го, по-моему, включительно Вот, значит, все французские короли соответствуют и русским царям, и русским императорам Значит, все паши турецкие и великие визии опять соответствуют Или, значит, императорам российским, или, значит, российским премьер-министрам Из этого был сделан вывод, что Российская империя до 1904 года Составляла из себя единое целое по всему земному шару И начиная с 1904 года ее начали разваливать на разные государства Вот, а не было никаких ни США, ни Франции, ни Англии Не всех европейских стран, ни Турции Это все была Российская империя А все остальное, так, филиалы, ну, скажем, полиции? Да, это были герцогства, губернии, там, значит, ну, были колонии Да, вот Индия, она была колонией Вот, были протектораты, типа, вот, Канады Индия не была колонией Британии? Нет Значит, получилась следующая ситуация Ведь, что такое Антанта? Странные Антанты Нам говорят, что вот они, значит, там, интервенция и все прочее Вот, странные Антанты, это, в действительности, страны, выделившиеся из состава Российской империи И объявившие России войну Вот, существовала, значит, большая Антанта После того, как она закончила свое существование Появилось еще мало Антанты Это куда входили, значит, вот эти, вот, там, Чехия, там, ну, то, что мы Игославии потом стали называть Там несколько, значит, народов, славянских именно Которые, в общем-то, тоже получили свою независимость Но это уже было в 1924 году, если мне память не изменяет Вот, значит, получилась какая история Начиная с 1904 году, когда разразилась так называемая русско-японская война Это в действительности, это была первая ласточка, когда Япония выделилась из Российской империи Помнят все, наверное, как Николай II туда приезжал Но он, в принципе, приезжал как-то усмирить вот эти все настроения Вот, и его японский городовой, значит, поранил Вот, и в том-то и дело, что, значит, Япония первая, значит, заговорила о независимости И, в принципе, она ее получила после русско-японской войны Вот, ну, якобы, вот наша, там, Россия потерпела поражение в этой войне Вот, и потом, в 1905 году запросила независимость Германия Вот, и уже потом, с 1913 года, как КОМ, значит, начали отделяться всевозможные государства Которые, значит, обрели, так называемую независимость от Российской империи Значит, царя, значит, Николая II Низложили со престола и отправили, как нам рассказывают, в Свердловск Где, в общем-то, эту семью, согласно тогдашней прессе, расстреляли Но это оказалось не так В общем-то, были, значит, документы, письма, которые свидетельствовали о том Что Англия, значит, приглашала российского императора с его семьей к себе Но, вроде как, ничего не получилось Но в действительности все получилось Если сравнивать портрет Николая II и портрет Георгия V Идентичность полная Более того, идентичность их жен Но если посмотреть на отцов Эдуарда V и Николая II То мы без труда там определим Александра III То есть совпадение вот такое Оно не может объединяться случайными какими-то явлениями А почему случайными? Ведь существует некая генетическая программа у человечества Когда родственники похожи на... Но там похожесть, вот вы посмотрите, и абсолютная Понимаете, тем более жены Я специально... Но они все какие-то герстонские Это все ясно Это одна и вот сейчас вот существующая, значит, королева Англия Она в действительности, Романова И она в действительности родственница потомок Николая II Но она как бы немножко похожа, бабушка такая Да, да, да Так вот, началось это с чего? Вот как нас обманывали Вот война 1912 года Нам рассказывают, что мы там победили Николай I, который пришел к власти Он удивительным образом похож на Наполеона II Игентичный портрет Более того, после у нас, значит, Николай I был Александр I Ой, Александр II, извиняюсь Александр I, он был, собственно говоря, участником вот этой войны 1812 года Вообще он выпадает из всей Это он ушел в виде старца Да, он ушел потом в виде старца Вот А в действительности Это был последний русский царь Который, в принципе, принял вот этот бой И его проиграл Но он жил между тем Значит, у меня вот есть Интересная очень картина Где Наполеон и Александр I Стоят на переднем плане А сзади них стоят воины Русские воины Но не те, которые нарисованы на картинах Значит, 19 века Что русские воины, что французские одинаковые Их не отличишь фактически только там по цвету А в шлемах Как рисуют русских воинов настоящих Это говорит о чем? Что Наполеон захватывал в действительности Последний оплот русской державы Вот московской Ну, то, что там называют Московской тартарии Хотя это все как бы Вполне может быть, что новодел Я не утверждаю Но это вполне может быть Вот Вот с тем, чтобы потом было придумать Это монгольское игот И так далее Вот И значит Русские воины Они были нормальными Как видите, зевы говорите Да, и они, в общем-то, защищали Вот От этих потешных войск Которые ввел вот еще Петр I Потому что наши войска Они обладали все-таки волшебными еще технологиями И противостояли Значит, этим Наполеоновским войскам И что интересно Что Вот были преображенские полки Это была элита И вот эта элита Которая еще владела Вот этими магическими технологиями Применяемыми Применяемыми В процессе боев Между, значит Русской армией И Наполеоновскими войсками Почему я говорю Наполеоновскими Потому что В действительности Тогда Франции тоже не было Вот Франки Это в действительности Свободные То есть Которые никому не подчинялись И Они В общем-то Как бы составили костяк Римской армии В действительности Потому что Вот Идентичность Опять же Римских императоров Российским императорам Она тоже прослеживается Хотя там, конечно Наворотов очень много В римской истории Там же их была Не одна Римская империя Идентичность С римскими Но здесь Прямого портрета Это уже нет Если вы ссылаетесь На сходство Портретное Но здесь Есть зато Скульптуры Которые Идентичны Значит Нашим опять Императорам С одной стороны Скульптура Более условное Искусство Понятно Что это более условное Но там И не все Кстати говоря Я обнаружил Вот эти сходства Но тем не менее Они есть Есть Я тоже думаю Что это не случайное Совпадение Ведь смотрите Англия Ну Как бы Она В общем-то Одна из последних Можно сказать Стран Которая выделилась Из Российской империи Ей передали Значит там Канаду Индию Там вот эти острова Всевозможные В Африке Там какие-то страны Ну многое Что передали Это все было Уже в 1922 1924 году Когда была еще Значит Гражданская война И от России Продолжали Откалывать Кусочки Независимых территорий Ну вот А потом нам всем Сказали Что вот Россия Значит вот это Ее границы Значит вот От Польши Там Ну вот Польша Финляндия Якобы откололись От нас Вот откололся От нас В действительности Весь мир Вот Россия Она осталась И На ней вот Устроили вот этот террор Когда истреблялись В принципе Все русские люди Вот Ну что интересно Что в общем-то Ведь Наполеон Когда Захватил Россию Да Русскую державу Именно Они Из Римской Империи Переименовались В Российскую Империю И поэтому У нас Как бы Произошло Похищение Не только Нашей истории Нашей культуры Которую тут же Начали уничтожать Но и название Хотя Правильно Вообще Не Россия А Русия Потому что Везде пишут Русия Да Но читают Рашин Там Или еще Как-то Но никак Не Русия А у нас Русские И Русия Понятно У Таджиков Таджикистан У Узбеков У Узбекистан Все совпадать Должно Русия Сияющая Вот Это места Ведь Наньше же У нас были Плоды Которые были Мужские И женские Вот в момент Созревания Они светились Ну кстати говоря Среди Значит Человеческого Там Вида В период Созревания Характеризуется Наибольшая Светимость У человека Говорят же Ваше Святейшество Ваше Сиятельство Они горят Именно потому Что эти люди Светятся Светились Вернее Половые растения Светятся И Ночью Светло Как днем Понимаете Такая штука И поэтому У нас В период Когда Происходит Процесс Зачем Нет Процесс Цветения Цветение И потом Оно Когда уже Оплодотворяется Тогда Тохли Но поскольку У нас Ремонтантные Сорта Они Значит Были Все время Светились Потому что Все время Значит Было Цветение Параллельно С плодами Понимаете Ремонтантные Сорта Чем Отличаются От Обычных И вот Поэтому Была Франция Швеция Ну Швеция Потом Стало Так Надо То есть Ция Это Сияющее Точно Так же Как И Русия Вот То есть Это Сияющее Место Это Практически Ну Можно Сказать Рай А что Это Выдает И Я Окончательно Сия 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 Люсия Алицеферия Ну Правильно Видите Здесь Нам Опять Немножко Попутали Сколько Сатаны Имен Очень Много В него Сваливают Все И Благодетели Человечества И Значит Угнетателей Человечества Поэтому Здесь Очень Сложный Вопрос И Когда Мы Говорим Что Люцифер Несущий Свет Это Название Совсем Не Сатаны Совсем Было Другое Историческое Лицо Правильно Его Ввели В Патрии Ангелы Все Прочее Но Вообще Сатана Это Тот Кто Нас Как раз Захватывал И Тот Кто Есть Действительно Патрии Ангел Больше Сотни Названий Сатаны Таким Образом Руссия Была Захвачена Наполеоном И Вот Уже После Этого Все Русские Цари Это В Действительности Римские Императоры Но Поскольку Римская Империя Взяла Российское Название Она Значит Так И Была Российской Империей Но Русские Угнетались Всегда И При Империи Когда Была И Когда Осталось Большевике Еще Больше Угнетения Субтитры 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 Субтитры